220 лет назад в городе Верхотуре прошла первая рождественская ярмарка. Традиция, прерванная на многие десятилетия, была возрождена в этом году. Нынешнее мероприятие, собравшее не менее 2000 участников, обещает вновь стать традиционным. Нет лучшего способа прочувствовать атмосферу настоящей русской ярмарки, нежели отправиться на рождественские каникулы в город Верхотуре, который по праву называют духовной столицей Урала. Вот нам стала всему свету весела година, Что пречистая Мария породила сына. Здесь вы найдете все те же товары, которые продавали испокон веков, от варежек и валенок до меда и кедровых орешков. Даже православные иконы можно выбрать на прилавке возле церкви. Ярмарка в Верхотуре – это настолько яркое событие, что сюда съезжаются люди со всей области. Например, Любовь Павловна прибыла из города Серова. Интересно и необычно возрождение старины, возрождение традиций. Потому что вот так проводились ярмарки давно. А в современном нашем обществе они сейчас же редко бывают, поэтому это очень интересно. Но и Верхотурцы, конечно, не упустят случая заглянуть на главную площадь родного города, где в шуме и веселье активно идет торговля. Я купил валенки. Советую русские валенки носить. Это тепло и хорошо. Песни, танцы, игры и пляски – все это только часть старинных русских развлечений на святке. Проникшись атмосферой, журналисты из Екатеринбурга решили посоревноваться с местными жителями в перетягивании каната. Физические упражнения и соревнования – непременный атрибут всех русских ярмарок, как и выступления народных артистов и фольклорных персонажей. В той самой усилии немного спустя у Девы Марии родилась... Детя. Молодец. Вот так. Мужчина должен идти из ярмарки. Да, да, да. О, что, богатый стал. Благодаря программе «Возрождение Верхотурья», которые активно реализуются сегодня совместными усилиями епархии и властных структур, духовную столицу Урала вдыхают новую жизнь. Молодежь меньше стала сидеть в подъездах и по квартирам. Больше они занимаются спортом, ходят на лыжах, катаются на коньках. Я занимаюсь с детьми в тренажерном зале. У меня более 40 человек в день проходят молодежи. Пока в нашей стране еще проводят праздники подобного рода, народная культура не будет забыта. А значит, и душа русского человека может в суете современной жизни найти отдушину на просторах родной земли.